здравствуйте сегодня на обзоре у нас очередная поделка от вол у нас в очередной раз упоролась и если раньше они делали все машинки 5 star то сейчас они кинулись делать все кордис беспроводной на аккумуляторах что надо и что не надо в надежде что что-нибудь да выстрелит и начнут покупать и вот сегодня у нас на обзоре wall detailer cordless да и конечно же five star как без этого магическая фраза которая гарантирует что вещь профессиональная хорошая стоит покупать и так упаковка упаковка стандартного для вола размера стандартная для америки компоновка да посмотрим что у нас снаружи и так и уайт нож на широкий нож три насадки в комплекте литий-ионный аккумулятор 60 минут работы от одной зарядки дальше немного повернули этот детейлер у нас не просто триммер а триммер с регулировкой длины среза при этом у него есть два положения trim и line честно говоря даже не знаю что это значит я не барбер может барберы подскажут что же это за магические слова таки и комплектация нарисованность три насадки полтора три четыре с половиной миллиметра фирменные трусы щетка сметка для убирания волос кисточка для чистки ножа масло и флотоп расческа дать для стрижки техники машинка над расческой ну пожалуй все что можно увидеть на коробке давайте вскроем коробку так внутри у нас собственно сам беспроводной деталью щетка сметка для волос расческа подставка насадки так осталось найти куда я делал зарядное устройство и так данная машинка не предназначена для продажи за пределами сша связи с этим на зарядном устройстве мы видим надпись входное напряжение 120 вольт 60 герц то есть рассчитано только на работу в американских сетях ну может еще там канадских кубинских бразильских не знаю где там еще в америке есть подобное напряжение но тем не менее меня это не остановило мне было интересно посмотреть что же это за зверь такой подержать в руках поэтому использую обычный переходник за 20 рублей воткнул в розетку промерил напряжение здесь у нас указано что выходное напряжение для зарядки у нас должно быть 42 вольта вот мы в розетку взял мультиметр 42 вольта все нормально то есть в принципе можно использовать и в наших сетях но насколько это безопасно не могу утверждать поскольку все-таки на наши сети на наше напряжение не рассчитан имеется удобная подставка для зарядки давайте поговорим про сам триммер ну честно вот что это за говно у меня в руках ну вот что это такое меня неприятно поразил еще первый детейлер проводной который на который смотришь сверху вроде бы все раз чудесно но переворачиваешь на дно это не дно это днище какой-то было кого стрёмного бордового цвета из дешевого пластика который еще и все время ломался выдергивали болты крепления ножа если часто разбирать собирать триммер вырывала просто резьбу из пластика крошился пластик ломался корпус то есть пластик полная говно при этом купить отдельно в россии корпус было практически невозможно приходилось заказывать из америки при этом за немаленькие в общем-то деньги и вот наконец-таки выпустили они беспроводной детейлер который ну казалось бы куда хуже но нет предела совершенства да он стал по дизайну еще хуже сверху стремный черный пластик глянцевый который я уверен довольно быстро затаскается из фирменного firestar цвета красный там бордовый только небольшая полосочка и днище здесь белого цвета это реально днище просто я не знаю о чем думали когда делали во первых это очень марки цвет понятно что это пластик нему ничего не должно прилипать но тем не менее если вы мастер универсал у вас есть окрашивание вот гадалки не ходи рано или поздно вы заляпать его краской пластик очень мягкий поэтому он будет легко царапаться белый поцарапанный пластик моментально превращается в серый позорный серый поцарапанный пластик дальше вот это что такое line trim понятно для тех кому лень регулировать нож выставлять как тебе надо придумали вот такой рычажок как-то там на заводе поставили ну а дальше рычажком сделаем так как нам надо диапазон сдвига очень маленький даже я думаю вы не заметите сдвиг ножа вот этот максимально закрытый нож закрытый нож давайте откроем нож так здесь мы даже не видим особо разница открытый закрытый здесь идет речь о долях миллиметров то есть насколько это нужно было сделать вы знаете я думаю это вообще не нужно было здесь гораздо больше влияние окажет даже не то куда вы повернули вот этот рычаг а насколько сильно вы надавили на нож нож здесь кстати говоря другой немножко не тот что на обычном деталере соответственно вам придется его еще отдельно покупать где-то искать в россии он официально не продается придется заказывать его из сша но в остальном что гремит очень громко погремушка та еще да в целом ну блин сделано очень похабно я даже не знаю насколько у бога можно было его сделать поэтому наверное в нашем магазине продаваться это говно не будет никогда почему ну наверно потому что это говно и не хочется позорить свой магазин и так сегодня у нас на обзоре было какое-то чудо очередной высер корпорации вол который непонятно зачем и непонятно как дизайн делали видимо какие-то пьяные китайцы у которых купила по дешевке за плашку из а то что получилось громкий непонятно зачем с регулировка длины среза которая практически не работает из дерьмового пластика некрасивый непрактичный внутри у него что-то там трясется какая-то отвалившийся деталь хотя само собой все это новое выпускается версии только под сети сша вроде бы работает в наших сетях но экспериментировать я не знаю на ваш страх и риск в комплекте удобная наверно и подставка непонятно какой страной правда в нее вставлять наверное вот так удобная подставка расческа хорошая большая щеточка для чистки от волос три стандартные для детейлера насадки но честно говоря я не понимаю для кого это сделали я бы советовал посмотреть сторону аккумуляторного скажем mozer ticat если вам нужно чтобы это было обязательно машинка волну купите себе волки как тот же самый mozer но сделан для сша с надписью вол да вот это вот ну простите меня но я едва сдерживаю маты как можно сделать такое убогое поделие на этом все извините что столько негатива мало технической информации но мне она кажется несущественной когда мы видим такое внешнее исполнение хотите ставьте плюсы этому видео хотите минусы честно говоря грешно просить плюсы за обзор такого подписывайтесь на наш канал постараюсь радовать вас видео все-таки про хорошую технику подписывайтесь на нашу группу вконтакте вступайте в нее добавляйте друзья к еноту постригнул напомним это канал енот постригун группа вконтакте внезапно тоже енот постригун но и пользователь вконтакте тоже енот постригун на этом все пока пока